Здравствуйте! Свой эфир начинает информационный канал город. О самых главных событиях этого дня сегодня расскажу вам я в студии Юлия Белова и мы начинаем. Ударил и хлистал поводком. На улице потребка операции мальчик в лифте избивал свою собаку. Уже четвертый за месяц выходные на трассе в Орловском районе погиб четырехлетний ребенок. Побит новый рекорд. Скачок числа заболевших ковид заставил власти отправить школьников на карантин. Спецэффекты и древнерусский колорит. В Кирове состоялась премьера сказки в стиле фэнтези «Тайна озера». В Роспотребнадзоре заявили о небывалой заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в Кировской области побит новый рекорд. Зафиксировано 419 случаев. Для сравнения, во время предыдущей волны в ноябре прошлого года максимум был всего 270. Сегодня, 24 января, власти экстренно отправили школьников и группы в детских садах на карантин. Рано утром родители получили соответствующие уведомления от учителей. По словам родителей школьников, на карантин их отправили до 3 февраля. Причиной преподаватели называют заражение одного из учащихся коронавирусом. По данным администрации города, такие сообщения получили 195 классов в 50 школах. По предварительным подсчетам, около 5000 учеников перешли на дистанционное обучение. Подросткам рекомендовано сидеть дома и не посещать массовые мероприятия. Также на карантин отправили 4 группы в 3 детских садах. Тем временем, Роспотребнадзор советует директорам учебных заведений провести влажную уборку и дезинфекцию помещений. А самое главное – подготовиться к вакцинации подростков. По данным Кировского Минздрава, в область поступило 750 доз спутника М для детей. Сейчас чиновники выясняют, как относятся к этому родители. Напомним, вакцинация подростков добровольная и проводится по письменному согласию родителей. Дети от 15 до 17 лет могут подписать согласие самостоятельно. В регионе растет детская смертность в ДТП. В выходные на трассе в Орловском районе погиб 4-летний ребенок. За январь это уже четвертый трагический случай. По предварительным данным, женщина-водитель Фольксвагена и ее 4-летний пассажир выехали на встречную полосу и столкнулись с Ларгусом. После удара оба погибли. Водитель Лады получил травмы. За минувшие три дня с 21 по 23 января 2022 года на территории Кировской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 16 получили травмы различной степени тяжести. Появились подробности резонансного ДТП, которое произошло в центре Кирова. На улице Ленина водитель БМВ сбил трехлетнего мальчика, а также его бабушку и дедушку. По словам инспекторов, мальчик получил травмы, но сейчас он уже не госпитализирован. Медики обследовали ребенка и передали родителям. Шестеро подростков сегодня пострадали в Кирово-Чепецке. В школе один из мальчиков распылил перцовый баллон. На место ЧП пришлось выехать сотрудникам следственного комитета. Подробности далее в рубрике «Короткой строкой». 24 января в Кирово-Чепецкой школе номер 6 ученик 8 класса пронес в здание перцовый баллончик и распылил его в раздевалке спортзала. Шесть учащихся пострадали. Их направили в детское отделение Кирово-Чепецкой больницы. Сейчас назначена доследственная проверка. Следователи выясняют причину распыления. В чистых прудах построят многопрофильный центр. Там планируют разместить офисы МФЦ, соцзащиты, центра занятости и детскую поликлинику. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который установит конструкцию будущего центра. За это власти готовы заплатить более 35 миллионов рублей. На железнодорожном вокзале можно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Процедуру проводят в медпункте по будням с 8 утра до 3 часов дня. Услуга платная. Результаты исследования придут по СМС или на электронную почту. Певица Анна Семенович стала амбассадором фигурного катания Кировской области. Об этом артистка сообщила в своих соцсетях. На прошедших выходных экс-солистка блестящих выступила на ледовой арене в Кирово-Чепецке. Она приняла участие на празднике «Звездный лед». Также Анна согласилась стать наставником Кировской школы фигурного катания. Это еще не все новости на сегодня. Вот что вы увидите далее. Ударил и хлистал поводком. На улице потребка операции. Мальчик в лифте избивал свою собаку. Вместо красивых елей кусты. Им стало известно, что зону у памятника Кирову пустой не оставят. Спецэффекты и древнерусский колорит. В Кирове состоялась премьера сказки в стиле фэнтези «Тайна озера». Эти и другие новости буквально через пару минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. И вновь жесткое обращение с животными. На этот раз камера видеонаблюдения зафиксировала, как маленький мальчик в лифте избивал свою собаку. Инцидент произошел в одном из домов на улице потребка операции. После прогулки мальчик вместе с собакой зашел в лифт. В этот момент Бигли решил, что называется, сходить по большому. За это мальчик несколько раз ударил животное, а затем хлестнул собаку поводком. В социальных сетях видео вызвало бурное обсуждение. Поступок несовершеннолетнего возмутил зоозащитников. Я испытала боль за собаку и была шокирована такой жестокостью ребенка. Даже было трудно досмотреть это видео до конца. Безусловно, вопрос у меня к родителям этого ребенка. То есть, почему допускается такое поведение. Скорее всего, это уже не первый раз. Действием подростка оценку должны дать в полиции. Напомним, что за последние пять дней – это второй случай жестокого обращения с животными. Первый был на улице Ленина. Мужчина у подъезда избил своего добермана. По словам полицейских, они нашли героя этого видео. Сейчас идет проверка. Дело пока не возбуждено. А в городской администрации рассказали, что же будет вместо трех елок, которые спилили 15 января у памятника Кирову. Напомним, из-за этих деревьев между чиновниками и общественниками произошел конфликт. Одни утверждали, что насаждение прогнили, другие настаивают, что елки были абсолютно здоровы. По данным администрации, деревья признали аварийными еще в прошлом году. Чиновники утверждают, что у елок, которые посадили еще в 70-е годы, были болезненные корни. Они вылезли наружу и портили бетонные плиты. Вместо трех красавиц планируют посадить кусты. Будут предусмотрены мероприятия, связанные с дополнительной посадкой зеленых насаждений. Соответственно, на этой территории при реализации этого проекта будет, так скажем, сделано компенсационное озеленение. Либо это будут кустарники, либо какие-то иные деревья различных видов. Это уже будет определено в текущем году. Сейчас разрабатывается проект по благоустройству, и вроде бы вопрос закрыт. Но общественники не сдаются. Они хотят добиться от чиновников ответа. Спецэффекты, сцены под водой и на высоте. В Кирове состоялась премьера фильма в стиле фэнтези «Тайна озера». Это четвертая по счету кинолента из цикла «Авятские сказки» от кировского режиссера Елены Бронниковой. На этот раз съемки проходили на берегу Лежнинского озера. По зламыслу режиссера, это самое глубокое озеро в регионе и притягивает любителей мистики. О чем сказка и кто ее главный герой узнавала Ксения Веснина. Сегодня боги выберут троих самых достойных. Они представят наш клан в ежегодной борьбе за чашу. Главный герой Радим вместе с друзьями отправляется на состязание за чашу плодородия. Но герои попадают в ловушку. На месте, где проходит состязание – большое озеро. С этого момента начинается игра на выживание. Для Максима Кротова, главного героя фильма «Сцены на воде» дались совсем нелегко. Две недели школьник вместе со съемочной группой провел на берегу Лежнинского озера. Нам приходилось тонуть в костюмах, а так как экипировка у меня очень тяжелая, в том числе сапоги, всякие топоры, ножи и так далее. Они тянули меня вниз. Мне пришлось побороть свой главный страх – это боязнь глубины. И при этом, чтобы все выглядело максимально естественно, то есть надо было бы плодоваться по полной. Для меня это прям, я вспоминаю, с мурашками на теле. Кроме сцены у озера, подводные съемки проходили в Кирово-Чепецком бассейне. По словам Максима, он непрофессиональный актер. И в роли главного героя полнометражного фильма он впервые. Этот опыт сильно повлиял на него. Очень тяжело было выходить из роли, потому что, когда ты проживаешь эту роль, то есть ты проносишь ее абсолютно полностью через себя. Ты проходишь все эти переживания и так далее. А когда съемки закончились, я еще очень долгое время, то есть люди говорили, мои знакомые, что какой-то ты надменный стал, какой-то ты там прям народимый стал похожий. Я такой, да не, 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 не правда. И то есть потребовалось очень много времени, чтобы выйти из роли. Там кто-то есть, смотрите! В сказке использовали спецэффекты, древнерусский колорит и красивые кадры в исторических местах. По словам режиссера, кроме Лежнинского озера, некоторые сцены были сняты в Перми, в каменном городе. Локации приходилось создавать своими руками. Ну, например, если мы строим ярмарку, то это ярмарочные ряды, дома деревянные, которые под старину. И если куда-то едем, допустим, вот ездили в этом фильм, для этого фильма ездили в Лудурвай, такой как бы этнокомплекс. Вот там снимали как раз вот такие старинные дома. На производстве фильма было задействовано около 200 человек. Все, по словам режиссера, участвовали в проекте безвозмездно. Это уже не первый фильм Елены Брониковой, который она показывает в кинотеатрах нашего города. Ну и по традиции людей встречают актеры и съемочные команды в тех же костюмах, в которых они были представлены в фильме. Ну а сейчас к ним выстроилась огромная очередь, чтобы сфотографироваться. День Красной Луны, Легенды Иереи, Хранитель и Тайна озера – четыре фильма из цикловятских сказок. Возможно, дополнит и пятая кинолента. Сейчас авторы разрабатывают сценарий и ищут актеров. На главную роль нужен спортивный юноша до 20 лет. Съемки пятой части предварительно пройдут в мае этого года. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Таким был этот выпуск с глазами наших корреспондентов. Если у вас есть новости, звоните в нашу редакцию по телефону. 8-912-827-3302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Новости Кирова, Первый городской. В студии была Юлия Белова. Берегите себя и увидимся в городе. Новости Кирова, Первый городской.